Как будут развиваться городские территории до 2025 года, решить нужно уже сейчас. В городской администрации продолжается обсуждение проекта генплана. На этот раз в совещании принимает участие члены городского общественного совета. Предложение по генплану можно вносить до 7 августа. Существующий документ был утвержден в 2006 году и сегодня требует корректировки. Мы в него вносим изменения. То есть это не кардинально новый документ. Он доработан в части изменившегося федерального законодательства. Если брать ту же сферу транспорта, он более структурирован. То есть если бы ранее из генплана было сложно понять, что существующий объект, а где он планирован, то здесь это более четко разделено. Транспортная инфраструктура – неотъемлемая часть генплана. Вопросу, как должна выглядеть уличная дорожная сеть и каким будет транспортное сообщение, на этом заседании уделили особое внимание. Генплан предлагается скорректировать так, чтобы проекты, намеченные на бумаге, было реально реализовать 2025 году. Основные моменты, которые беспокоили в момент подготовки генерального плана, это целесообразность крупных магистральных дорог, проходящих по центру города. И часто предусмотрено таким образом, что по линии их прохождения требуется изъятие большого количества земельных участков, на которые имеются права третьих лиц, что делает невозможным реализацию этого генерального плана в части строительства этих дорог. И второй момент – беспокоит отношение к мероприятиям, которые предусмотрены генеральным планом в части организации переходов пешеходных в разных уровнях. Есть две точки зрения по надземным и подземным переходам. По одной – они неудобны для пешеходов, по другой – жизненно необходимы на улице с интенсивным потоком машин, в том числе на Лежневской в районе автовокзала. На наш взгляд, большинство, что этот переход просто необходим, действительно, это социальный такой объект, мы его можем даже так назвать. Да, она дорогостоящая, но она необходима, потому что жители, которые выходят на остановки автовокзал, в общем-то, обязаны либо ехать еще остановку до Диановых, либо, в общем, совершать в нарушении ПДД какие-то маневры, чтобы попасть на автовокзал. Отражены в скорректированном генплане и конкретные предложения по изменению направления магистральных улиц областного центра. Перспективное направление Велишской улицы в сторону Куконковых, которые предлагаются по двум улицам Первой Южной и Второй Южной, и перспективное направление Велишской в сторону улиц Парижской коммуны, которая предлагалась по частному сектору на пересечении с улицей Рапфаковской. Предлагается это направление в сторону Парижской коммуны перенаправить по существующей улице Ленинградской, и возможность сделать ее дублер по параллельно проходящим улицам. На обновленном генплане также появятся дополнительные автобусные маршруты по улицам Радищева, Ударников, Ивановской, а также новая троллейбусная линия, которая по многочисленным просьбам жителей соединит улицу Смирнова и Куконковых.